У нас второй заход будет в бассейн и мы хотим попасть на вечерний бассейн на закате посмотреть на сияние марины посмотрим вообще оделись мы немножко не совсем по бассейновске на сдох в одной цветовой гамме смажь смажь мы что-то заметила хорошо что солнышко где-то уже там посмотрели сейчас думаю чего-то как-то жарковато а по термометру показывает что ощущается как 50 и это почти в 6 вечера немножечко дубая покажу мой офис кстати рядом с нашим зданием начали строить еще одно здание и это здание перекроет весь вид на марину вот перекроет весь вид поэтому во время мы переезжаем опережать мы должны будем как нам сказали ну где-то конец октября еще нам подтвердили поездку в турцию которая не состоялась в конце марта поездка в турцию которую планируют на конец октября это будет большой корпоративный тур человек 200 на собирается будет наш больше вот поэтому конечно должно быть по безопасности продумано все и мы гарантированно безопасность то есть поэтому все будет зависеть от ситуации в мире вот такие новости по моему сейчас посвежее чем утром да когда заходишь мол утром и когда заходили в молодость прям почти не работал кондиционер так но мы ждем закат люди приходят уходят а мы ждем пока будет темно 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 на вечер тут запасается тут видно какая-то вечеринка будет на рынке вечером потому что бассейн работает до 10 соответственно плавать здесь будет долго солнышко так садится красиво машут коктейльчик попивает ты не плаваешь давай покатись посижу проплыть не хочешь позже не будешь больше мочить холодно серьезно а вечером совсем другой кайф до солнце не слепит закончился наш вечер у бассейна вечером конечно совершенно другое ощущение вот впереди наши два выходных дня воскресенье у меня уже есть планы завтра у нас будет генеральная уборка по дому помогите помоги иди маши и кубра за добрый день всем мы немножко с машулькой поссорились у молодых иногда знаете прет прет иногда энергия которую девать некуда когда не следят за языком я вот на нее обиделась это потом думаю и знаете иду и ну не разговариваю с ней мы начали примерять кое-что хотели примере для йоги в спортивном магазине набрали целую корзину и она мне ответила очень жестоко я знаете как взбрыкнулась и покинули мы от магазина на за мной а потом я ее искала где она где на общем вот она идет тоже в слезах не могу я шла и просто внутри знаете когда все горит кажется сейчас я сейчас я точно обижу чем-то и я шла и просила господа чтобы меня покинули эти бесы и чтобы он меня спас от этих вот плохих мыслей и вроде сейчас все хорошо как дела ты мой сладкий ангел ты моя маленькая девочка мы не можем же тут на друга обижаться долго правда не можем попотеем немножко попотеем немножко очень жарко конечно же и маша так оделась только потому что мы ездили в малах дэймерейтс ходили в кино где-то из-за холодных кодов а вот так чесанула от меня в общем вот такие нас маленькие разборочки были не до разборочки и в этот такой момент я хочу чтобы она тоже это слышала что когда дети обижают своих родителей даже словами или какими-то реакции очень злой такой знаете что родитель может сто раз больнее обидеть словами ребенка и в этот момент очень важно контролировать себя очень важно контролировать потому что понятно что у таких еще совсем мало мозгов они им не с чем сравнить вот но они тоже в дальнейшем будут родители и тогда это поймется все поэтому не надо отвечать на грубость грубостью особенно если это касается близко а если это близки то их надо крепко держать вот так за руку и говорить а я тебе все равно люблю это все равно люблю чтобы это не сделала как бы ты мне больно не сделала пока она идет думает я мы сейчас отвлечемся этой темы мне кажется такие бывают у разных людей такие бывают семье недопонимание будем считать что это было маленькое такое недопонимание мы их зачем сюда вышли на променад в такую жару мы вышли чтобы посмотреть какие-нибудь йога центры здесь чтобы машулька не сидела дома заниматься ходила поэтому мы сейчас пойдем посмотрим идти невозможно просто мокрая машина наверно тоже надо терпишь вот смотри маш вверху видишь вот там написано йога студия вот так когда идешь по городу и можно встретить аптеку марина это уже говорила такой район русских и что это взяла я взяла коробочку пива и красное итальянское вино что здесь queen beauty lounge это будет почитать отзывы мы все ищем салон прям сам недалеко от нас я знаю что есть вот в которой мы ходили потом есть в марина гейт в общем смотрите сколько доставщиков ну что здесь тоже много кафе и ресторанов по магическое клиника и ха да все по-русски мы теперь будем знать что тоже рядом с нами вот есть видите вон прямо написано все салон вообще они вот здесь и сидят видите ждут когда поступит сигнал заказа и всех разные мотоциклы и все с разных как-то на агентств карин деливера долобат блин ну тяжеловато 6 бутылок пива бутылка вина с меня сейчас 10 спотов сойдет очень редко но вот не захотелось просто вина красного а пиво взяла потому что потом покажу она была в ассортименте 6 бутылок которые даже никогда не видела думаю допускай стоит иногда можно на пиве замачивать что-то что ой собачки какие красивые красивые house of handsome дом красавцев написано название салона так теперь нужно перебежать дорогу поэтому я отключаюсь просто бежать мы будем не не положено для этого вместе а я не выключаю у камеры мария как мы видим и зеленые мусорные баки вот еще один на марине на самом деле их очень много и это мусорки для собачьих как уль для собачьих как уль собачьих как уль и а потому что маша сказал со словом говно говорить нельзя у него заблокирует запитаешь это для как уль для дел собачьих они на каждом шагу только собачьи кошачьи нельзя вода песок там дальше еще зеленая вон там иногда кошачьи намного больше чем собачьи это точно жарко это слово у меня прям вот ну вам еще пакет сложные она мне его не дает не даю не дает нет а вот наш будущий хороший проход поминат будешь и все и больше не надо а это собачь ой собачьи для человеческих как уль вышить а он еще собачьего нам зеленого кулина дома оставляли гляненькая кстати еще больше словах раньше не было так видно ну да вот этих вот для входа в собачьи мам говори говори да какую 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 а у паркинг у нас такая территория хорошенькая шикарная ой мама сзади мокренькая мокренькая сейчас градусов 50 ага мы гуляем а мы гуляем маша у тебя готов конечно же нет ой все прекращаем съемки я думала ты достала у меня не плечами полезла аааа заходим о да оооо ой это рай велосипед эху эху серьезно ой быстрей 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 я мокрая ааа по сути на сзади как будто я поцарапал Смотрите какое лицо, мокрое, обалдеть, вот так прыщи, о, смотрите, видно? Ага, мокренько. У тебя сзади мокрое, как будто посиделось. Сейчас красного венца. Вместе с дочкой. Я помню, когда Машу родила, и мне окисалили, и мне врач, акушерка, она сразу сказала, надо сказать мужу, чтобы купил бутылку красного сухого вина. Немножечко. Немножечко. Выпивать. А можно сразу? Не знаю, говорят, что кровь восстанавливается как-то каким-то образом. В общем, вина? Я, на самом деле, красное вино вообще не люблю. Ну, не то, что не люблю, у меня начинает голова от него болеть, не сильно. Не знаю почему. Даже барабочка. Ну, взяла в этот раз красное, потому что прям захотелось немножечко красного вина. Ну, а пиво будет стоять на случай. Может, гости приедут. Может. Ой, извините, я кричула. Может, чего-то. Да, может, подружки придут, гости. А может, нас кто будет отпраздновать? Ой. Ой, ножкам хорошо. Хорошо, ножкам. Мы должны были с ней убраться и... Убрались во сне. Сейчас убираться? Мы во сне убрались. Сейчас мы будем убираться? Да, надо. Так, маски. Давай сюда, выкину. Маша всегда стоит за масками, чтобы мы выбрасывали их. А, зато я все перестирала. У-ху. Сейчас я буду гладить. Ого. Покажу. А, вот такое вот вино. Итальянское. Шанти Классико. Классико. Кобьяно. 2016 года. Вот. Оно очень такое, знаете, у нее мало градусов. Сейчас скажу. А градусов вообще важны? Ну, да. Так. В общем, не помню. По-моему, 12 это было написано. Ну, ладно. Вот. Красивая будучка. Кавальера Доро. Ооо. Вот такое вот пиво. Оно... Микс. Да. Ой, ты купила его. Смотрите, какой он. Покажи мне мою любимую. Ой, мою любимую. Ужалый рисунок. Смотрите, какое интересное. Я такое еще никогда не купила. Такое интересное вот это. И оно прям... Хоп Гоблин. Мне нравится это. Голден Бир. Оксфорд. 4,6. 4. 4,5. 4,2. 4,1. 4,1. Вот. Что я знаю об этом пиве? Ничего. Вот здесь вот есть описание. А такое сошло. Хоп Гоблин. А, здесь написано, кстати, для какой еды можно подобрать пиво. А давай Хоп Гоблин. Например, для курицы вот это вот. Курица. Брэкспир. Для бургеров. Бургеров что? Вот этот. Для бургеров. С мясом. Бургеров. 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 Для спайси фуд. Вот этот. Гоблина. Для острой еды. Со специями. А, пожалуйста. Еда. Вот это вот для что-нибудь легкого. А легкое-то что? Ну, что-нибудь легкое. Чисто перекусы какие-нибудь. Вот это вот для что-то острого. Очень мексиканское. Чили, чили, чили. А это Хоп Гоблин? Хоп Гоблин. Вот это вот для сосиски, картошка. Интересно просто так. Везде написано, из чего, как, где. То есть, какой привкус. Прочитай Хоблина. Вот. Все это дело из Италии написано. Ну, блин. Сейчас посмотрю. Ага. В итоге написано product of England. А написано же это все английское, да? В общем, сходила. Фокус. Сходила Лена за коллекцией. Просто красивые бутылочки поставили, будут стоять. Ну, мне это очень интересно. А весу я сейчас себе стаканчик налью и просто...